Девушки отдыхают Так, вот сюда Здорово получилось Так, красиво Симпатично Пойдём Здорово А, красиво Представляете, спешу я на урок и знаете, кого я вижу? И кого? Ёшу, он тоже идёт в школу Что, решил чему-нибудь поучиться? А зачем ему учиться, он же взрослый Ну, учиться можно в любом возрасте Здравствуйте, друзья Здравствуйте, юные любители природы Здравствуй, Ёша Александра Сергеевна уехала в командировку И сегодня урок природоведения буду вести я Какая у вас красивая ёлочка Ага, мы её все вместе наряжали Ну, вообще-то, это моя идея Какая идея, Коксик? Я первый предложил взять ёлочку, украсть её игрушками, мишурой Ты что, Коксик? Это же традиция такая Ёлочку на Новый год наряжать Все так делают Веснушка совершенно права Обычай украшать рождественскую ёлку существует уже много-много лет Это очень древняя традиция Ну, и кто же её тогда придумал? Ну, сейчас уже трудно сказать, давно это было Считается, что этот красивый обычай зародился в Германии А потом распространился по другим странам Украшенная игрушками и огнями ёлочка считается главным символом Рождества и новогоднего праздника А почему именно ёлка, а не берёза, например? В опале берёза стояла Всех нас с Новым годом поздравляла Здорово! Лёля-Лёля поздравляла Лёля-Лёля поздравляла Мальчики! Что? Но вы же на уроке! И правда, что-то вы расшалились Извини, Лёш Ага, мы больше не будем Ну, так и быть, в честь праздника прощаю Ну, всё-таки, Лёш, ответь на вопрос Почему ёлка, а не берёза? А можно, можно я отвечу? Ну, пожалуйста Берёза не годится Почему? А почему не годится? Берёза зимой без листьев, одни ветки В самом деле, зимняя берёза выглядит довольно уныло Как и все деревья, которые поздней осенью сбрасывают свою листву В отличие от ели, которая стоит зелёная круглый год А сосна тоже иголки не сбрасывает Тоже круглый год зелёная Правильно, и сосна, и ель относятся к большой семье хвойных деревьев И они все с иголками, эти хвойные? Ну, почти все, только иголки у всех разные А ещё у хвойных деревьев есть шишки, и они тоже разные У ели длинненькие, а у сосны кругленькие Хм, здорово! У ёлки шишки длинные, а иголки короткие А у сосны всё наоборот Ну, я вижу, и ель, и сосна вам знакомы очень хорошо А хотите познакомиться с другими хвойными? Ну, конечно! Хотим, хотим! Ну что ж, смотрите Ближайший родственник сосны – кедр А это же какие огромные у него шишки! А внутри орешки кедровые, вкусные! Да, очень вкусные! Я пробовал, мне бельчонок приносил Да, для белок кедровые орехи – излюбленное лакомство А вот ещё один хвойный братец – можжевельник О, я его знаю! У нас шишки на мое лесу растёт, колючий такой А, у него ещё ягодки такие синенькие А эти ягоды очень полезны, их используют как лекарство Но увлекаться ими не стоит Если съесть много можжевеловых ягод, можно и отравиться Любое лекарство хорошо в меру Ой, а это что такое? Тоже можжевельник? Только ягоды почему-то красные Нет, друзья мои, это хвойное дерево называется ягодный тис Очень красивое, но, к сожалению, ядовитое Будьте осторожны, эти ягоды есть ни в коем случае нельзя А вот это хвойное дерево, хоть и очень похоже на обыкновенную ель, называется пихта С виду ёлка, как и ёлка! Да, но у пихты, в отличие от ели, ствол гладкий, красивого светло-серого цвета А иголки мягкие, совсем не колются И ещё характерная особенность пихт Шишки в них, смотрите, растут вверх Ну, а я знаю ещё одно хвойное дерево с мягкими иголками У нас на пушке растёт, только... Только я не знаю, как оно называется А ты опиши его поподробнее, Алёша угадает Ну что ж, попробуй угадать Зубок, мы тебя внимательно слушаем Значит так, ну, такое высокое, шишечками маленькими Иголки тоненькие, мягкие, растут пучочками Что ещё? А, во-во, вспомнил! Когда наступила осень, у него все иголки стали жёлтыми А потом и вовсе отвалились, опали Ну, то есть, как листья Зубок, а ты ничего не напутал? Хвойные деревья иголки не сбрасывают Они же вечно зелёные Ну... Нет-нет, всё правильно Зубок дал прекрасное описание дерева под названием лиственница Единственного из хвойных, которое каждый год полностью меняет свой наряд Ммм, лиственница... Я запомню Ну и напоследок, мои юные любители природы Я познакомлю вас ещё с одним представителем хвойных деревьев Посмотрите Вот это да! У меня таких больших деревьев не бывает Друзья мои, перед вами самое высокое дерево на нашей планете Секвоя Такие деревья растут в Северной Америке, в Калифорнии Высота секвои может достигать больше ста метров Представляете, секвоя выше, чем тридцатиэтажный дом Да, вот если б такую ёлочку нарядить и огоньки повесить Ага, издалека видно будет Хе-хе-хе Ну вот, сегодня мы с вами познакомились с хвойными деревьями Да, сколько, оказывается, у нашей ёлочки сестёр и братьев И все такие разные Да, и очень красивые Ну что ж, наш урок подошёл к концу До новых встреч в Шишкиной школе!